приветствую всех друзья с вами дарт сегодня хотел бы поговорить недавно вышедшим в фильме охотник на монстров значит учитывая что сейчас особо то почти ничего не выходит из-за пандемии прочей фигни конга постоянно откладывают никаких фильмов помимо конга ну таких чтобы про животных что такое посмотреть я не знаю поэтому я решил почему бы не сходить на этот фильм вроде бы он сделан по игре monster hunter а там серии игр от японской студии капком то есть вообще вот эти фильмы и снимает последний обитель зла по моему снимал муж милый ович и вот этот фильм тоже снимает он видимо он все игр от капком собирается как каким-то образом перенести на экран вот ну фишка в чем значит эта игра довольно прикольная в самой игре очень много всяких животных там всякие инсектоиды рептилоиды там кого-то конец то есть там но очень много всего понамешано в основном конечно животным такого рептильного происхождения всякие драконы там и прочее и было бы интересно конечно экране это посмотреть всему лет там тони джа снимается этот чувак который похож на мейн-куна ну в общем очень много таких добротных актеров я подумал почему бы нет может наверно неплохой фильм особенно там показали что будут солдаты наши современные которые оказались в том мире то есть это прикольно посмотреть современных солдат против вот этих всяких вымышленных животных почему бы и нет и как бы сейчас я ничего такого не сказал но дальше скорее всего пойдут спойлеры потому что я хотел бы немного обсудить фильм не думаю это будет недолго максим минут десять вот но если кто и до сих пор не смотрел или собер но кто не собирается смотреть и хотите узнать что это по фильму пожалуйста вот сейчас можете мой видос посмотреть а если вы собираетесь смотреть фильм еще не посмотрели то советую тогда поставить уже на паузу день под конец перемотать когда мы уже что-нибудь в общем скажем значит вначале скажу что мне понравилось понравилось что я сам еще хочу поиграть в эту игру монстр хантер ну последнего монстр hunter world который называется там еще дополнение но в общем я видел само прохождение монстров там все такое мне очень зашло я бы не против поиграть но там в целом это выглядит как какой-то демон соус в котором вместо всяких демонов это вот какие-то животные то есть там по сути вокруг вас реальный мир то есть животные едят пьют ходят по своим делам в общем они не просто стоят на месте какие-нибудь мобы в варкрафте и ждут когда вы придете их убьете они там своей жизнью живут то есть вы можете смотреть наблюдать сцены охоты одного животного на другое и так далее то есть там довольно интересно и вы как именно как охотник появляетесь в этой локации да и на кого-то охотитесь вот ну самыми боссами по сути являются какие-то крупные животные которых наш по одному убиваете и типа это прям вау достижение там местами с двухметровыми мечами и прочее но это все-таки японская игра ночми не понравилось фильме то что показали очень мало животных то серьезно там в этой игре вот дофига вообще всяких разных тварей могли бы просто их на фоне показать ну как делают это в мире юрского периода допустим в павшем королевстве когда они там катились гиросфере там вулкан взрывался там же на фоне и аллазавры и кого-то к не было то есть ну их как бы в самом фильме может и нет ну как не уделили им время но в этой сцене они были ты видел их также могли сделать с этой с этим фильмом но в итоге нам показали диабло который чуть ли не главный антагонист фильма ну половина фильма уж точно из-за которого они там не могут попасть в эту башню потом показали наш целый мир скилл я точно не знаю как они называются вот эти насекомоподобные гигантские такие краба жуки какие-то вот роталась потом в конце главный такой босс это типа такой самый мощный дракон который чуть ли не неуязвимый там только вообще только в рот ему только стрелять огнем чтобы его уничтожить потом обцеросы это такие к это помесь дедикура и черепахи какой-то знаете как будто гибрид из игры jurassic world alive наяву просто вот чем-то на анкилозавра похож и в конце еще появляется гор макала тоже такой супер мощное животное с которым они там все вместе борются но еще была такая фигня какая-то ящерка ползала в пещере без понятия что это ящерка и когда они подошли к водопою охотника милой ович на них выскочила какая-то амфибия фиг его знает который он с одного удара убил название я не знаю к сожалению так теперь немного по фильму то есть животное да видите всего пять штук то есть ну всего пять ну серьезно за весь фильм это вот одна из них шестая была показана на секунду поэтому вообще сложно сказать ну шесть все равно мало так что еще по фильму значит да пропал отряд они отряд милой ович едет их искать у них хаммер и баги ну естественно вооружены все такое и видимо не знаю что-то случилось сошлись планеты звезды в общем портал из того мира начал действовать заново спустя там за многие тысячи лет или фига узнает сколько он начинает работать он затянул туда первый отряд и теперь затянул туда второй отряд вот они там оказались начали не понимает вроде откуда столько песка потом поняли что уже немного не в том месте они находятся вроде начинают они что-то понимать солдатики что вроде не то ну сюжет такой знаете вскользь то есть там ой да там я вам говорила про портал хотя ничего не говорила в общем ну как-то смотрится просто потому что очень много экшона фильме прям реально много экшон ты серьезно ты даже расслабиться не можешь не то что это было бы прям нужно ты не можешь расслабиться за то что там постоянно какие-то драки происходят вот она просто сидит этот охотник взял ее в плен она просто сидит и по мне резко начинают драться потом опять драться потом что-то опять какие-то резкие движения короче ну они постоянно все вот все резко фильме постоянно эффект дрожащей камеры что очень фигово Смотреть немного, глаза начинают Типа такие, говорят, ай, братан Успокойся, стабилизируйся Очень сложно То есть часто эффект дрожащей камеры Единственное, где он пригодился, это только в пещере С этими, где Ройнерс Цилл Вот этот живет Вот только там он пригодился Ну, показали немного снаряжения охотников Корабли, что они могут по пескам У них есть, что там есть магия Как работает магия, что у них меч может вызывать огонь Там и все такое То есть можно ударить по земле И такая огненная волна пойдет Вот, это прикольно, все показали Показали, как солдаты, типа, палили по всяким жукам По Диаблосу, там, вот этому гигантскому Ультимозавру, он мне очень напоминает Такой недотернозавр Недотрицератопс Еще и покрыт броней, как у анкилозавра Так что очень, один в один, по-моему Что мне не понравилось Что, типа, они по нему стреляли Да, я понимаю, у нее там броня мощная И все такое, но они ему вообще Никакой урон не нанесли Вот от слова совсем Они брали там крупнокалиберный пулемет И ему все равно пофиг Вообще никакого Он даже По ощущениям он даже не понимал, что по нему стреляют Потому что от него пули Такое ощущение, что отскакивали Даже Скалкроулер, вот этот черепозавр В фильме Конг остров черепа И то как-то чувствовал урон от пулемета И Ну Как-то чувствовал урон А здесь вообще Я понимаю, что он здоровый Но он не настолько здоровый Он меньше скалкроулеров гораздо И То есть у него кожа Пускай и в броне Но где-то должны быть уязвимые места Ну В общем странно Он своим луком Как-то расправился с Диаблосом Быстрее, чем они там С пулеметами и прочим Но это немного странно А потом Нерсциллы прикольно Показали, как они Типа размножаются Что они вот этих всех Поймали людей В них отложили личинки Из них там развились Вот эти маленькие Ну Нерсциллы маленькие Ну это был жуткий такой момент Я вообще не ожидал Я думал Будут просто Они там охотятся на тварей Там какие-то твари будут выскакивать Они будут их мочить Ну думаю Все как-то просто На деле Реально там Даже хоррора немного нагнали Как она пыталась выбраться оттуда И все такое Из этого Из этой пещеры Больше половины фильма Действия происходят На такой отдаленной скале В которой вот этот наш охотник Который в начале фильма Выпал с корабля Когда на него два Диаблоса напали Он не может один Преодолеть песок Из-за того, что там Диаблос Он один с ним не справится И он застрял на этой скале Там обустроился Чтобы эти инерсциллы Которые выходят только по ночам Потому что дневной свет для них опасен Они не могут его Чтобы они его не сожрали Он там Ну убежище себе такое сделал Значит вот эта огромная скала Внутри которой Рой вот этих насекомых Или ракообразных живет Там какие-то корабли Разбились С путешественниками Видимо которых всех сожрали Потом На котором они искали Смелоёвыч снаряжение Который кстати Артемида Почему-то в фильме называют Не знаю Видимо какой-то суперперсонаж Суперизвестный по этой игре Я не понял То есть больше половины фильма В одной локации Да Потом они Диаблосу Натрали жопу И под самый конец Там буквально Не знаю Минут за 20 До конца фильма Они смогли добраться До основания башни Там уже джунгли Там вот эти Апцеросы Я думаю Интересно Сейчас какой-нибудь Счет вайп покажет Интересно И все Нет Прилетел этот Раталос Вот этот дракон Напугал стадо И они встретились С остальной Выжившей командой И решили Такие Что вот мы должны Надрать ему зад Узнать Секрет башни А потому что Нам не нравятся Вот эти Инопришеленцы Из других миров Мы хотим тебя Отправить обратно Милой Йоович Она такая Да я в целом Не против Получается Задумка такая По игре И по фильму Что Люди появились В этом мире Благодаря порталу То есть Они давным-давно Туда попали Ну и видимо Смогли обустроить Общество И в этом Ином мире При помощи Иной технологии Иной магии И прочего Создали Какое-то отдельное Общество Но иногда Такие люди Как Милой Йоович И прочие Ну могут попасть В этот мир Вот И начинается Там минут за 15 До конца фильма Битва с этим Раталосом Никто его Не может повредить Что-то там Мутузит Мутузит И Милой Йоович Убегает от него Проваливается в портал Все Она оказалась В нашем мире Опять Все за ней Пролетает Тут же вертолет Это как узнали Что отряд потерян Что за дела Сразу вертолеты Баги Грузовики Боевые Там Что такое Танки Там вообще Все сразу Понаехало И за ней Случайным образом Раталос И он начинает Самый такой Интересный момент Фильма Он начинает Воевать с людьми Эти в него Из танков Полят Из пулеметов Ему хоть бы хны Серьезно Я конечно понимаю Что это какой-то дракон Блин Но это также Не какой-то дракон Из Средиземи Или типа того Его кожа Должна быть уязвима Хоть к чему-то Понятно Что люди Из того мира При помощи Своих тупых мечей Там И луков Могут его реально Не повредить Но современное Это оружие Больше пробивной силой Обладает Странно Что ему вообще Никакого урона Не был нанесен И кое-как Кое-как Она типа Смогла ему Попасть в рот Из ручного Арбалета Чтобы ну Там горящей стрелой Какой-то Чтобы у него Пошла цепная реакция Сцена кстати Один в один Скопирована из этого Из фильма Власть огня Там наш Главный герой Кристиан Бейл Также убивал дракона Когда он на вздохе Вбирал воздух У него полностью Открылась грудь Он им туда Стрелой С этим С наконечником Который взрывается Направил И типа Он взорвался Тут тоже самое По сути Только тут Была обычно Горящая стрела И за счет газов Который набирал Там этот Раталос Или роталос Пошла цепная реакция Но при этом Он не помер И только Когда пришли Вот эти друзья Из того мира Чтобы помочь Ей справиться С роталосом Потому что ему Не следует Находиться в этом мире Они смогли Его окончательно Добить И тут под самый Конец Появляется Еще какой-то Гор Магала Вот такой Псевдо дракон Они начиная с ним Схватку Попадают обратно В их мир Она решила Что в этом Видимо ей делать нечего Нам показали Что видимо Ее муж умер Потому что Она носит его Кольцо отдельно В коробочке Скорее всего он умер Или они расстались Ну в общем Не знаю И типа она попадает В этот мир Это когда пофиг Я буду видимо тут жить Все и начинает Помогать им драться Чтобы узнать Секрет этой башни Что-то там Ну в общем Такое Завязка на вторую часть фильма Почему бы и нет Прикольный еще момент Что показали Вот этих котиков Которые такие Гуманоиды коты В игре Они им уделено Довольно много времени И было забавно Что его показали Жалко что мало Но хорошо что показали В целом Это по сути все Что можно сказать про фильм Серьезно Там больше полуфильма Она сидела на скале Выяснила отношения С этим Тони Джа Потом они Пришли к соглашению Добыли яд Насекомого Чтобы с Диаболосом Как-то его притормозить И потом окончательно Его добили Его даже базука не брала Я просто не понимаю Что это за тварь Как они вообще Их убивают Если у них есть просто мечи Ну там показали Что типа уязвимое место Между фагов Он огромным своим мечом Смог туда пробить Странно что они туда же Стреляли ему И не могли пулями Вообще Урона Никакого нанести Ну в общем Я ожидал что Как бы солдатики Хоть какой-то урон Будут ему наносить Да я думал что он всех убьет Там Ну что эти твари Окажутся сильнее Но я думал что солдатики Смогут хоть какой-то урон Наносить Но как-то не очень Вот В целом Фильм конечно понравился Но как он снят Именно эффект Дрожащей камеры То что постоянный Кшон в фильме То есть Вообще Такое ощущение Что он снимал Продолжение Этого фильма Сейчас скажу Как он называется С этим же Тони Джа Где он короче Небоскреб С преступниками забирался Забыл как фильм называется Вот там тоже Почти весь фильм Кшон творится И здесь вот то же самое Ну вот как-то так Не знаю Смотрите сами Стоит вам смотреть Или нет Ну в целом Мне фильм понравился Я как бы не особо Жалею что пошел Можно было снять Конечно лучше Но хоть что-то Хоть что-то по этой игре есть Хочешь как-то Познакомить людей С этим миром Будем ждать Возможно вторую часть Добавит Или что-то типа того С вами был Дарт Сидиус Пишите ваше мнение По поводу фильма По поводу видео Обязательно почитай Обсудим До скорых встреч И всем пока Обязательно почитай Обязательно почитай Обязательно почитай Обязательно почитай Обязательно почитай